Здесь у меня холодный батик с резервом. Резерв – это черные такие линии. Похожие вот в эмалях, есть тоже техника похожая, тоже там используют вот такие вот линии, там только соединяются как бы частички. Еще похоже на витраж. Красные и желтые маки, розовые пионы и фиолетовые ирисы. Цветы на всех картинах Елены Якимочевой словно живые. Автор работает в технике «Холодный батик». С помощью ярких красок Елена старается передать истинную красоту природы. Легкость, с которой выполнены эти произведения, она поражает. То есть вроде бы такие цветные, яркие произведения, но они очень-очень легкие, воздушные. Еще в детстве Елена хотела связать свою жизнь с литературой и стать поэтом. Но в шестом классе поняла, ей больше по душе работа с кистью, а не словом. Семья поддержала желание дочери стать художником. У меня мама в свое время была заведующей Дома культуры. И она мне с первого класса в культ просвет училища отправляла. И когда я пошла в художество, она сказала, ну это примерно то же самое. Поэтому меня это из семьи отправили. Для прорисовки контура и эскиза художник использует резерв. Это специальный состав из клея, парафина и скипидара. Саму картину заполняет особыми тканевыми красками. На создание одной работы может уйти не меньше месяца, признается автор. Поэтому сейчас Елена пробует себя в другом направлении – свободной росписи. Он тоже как бы относится к холодному батику. Никакой резерв не нужно. А только просто по намоченной ткани, по влажной. Можно еще, если когда начнет подсыхать, пульверизатором немножко, и нужные места чуть-чуть брызгать. И покрывать красками. Краска растекается свободно. Но где она должна растекаться, художник продумывает заранее. При всей любви к теплым оттенкам и классическим сочетаниям цветов Елена Николаевна старается добавлять в свои работы контраст и напряженность колорита. Для этого она использует холодные оттенки. На картине «Осенний натюрморт» она постаралась передать торжество осенних красок. Хотелось сказать прохожим людям, что посмотрите, что творится на улице. Посмотрите, люди. Давайте будем любоваться осенью. Для Елены Якимочевой ближе бытовой жанр. Поэтому для эскизов она выбирает цветы и фрукты, которые может собрать в своем огороде. Именно в этом и прослеживается самобытность автора. По яркости красок, по флористическим сюжетам. В основном, воспевающие обычные, простые радости жизни. Цветы, как говорил Иоанн Каштадский, цветы – это остатки рая на земле. Вот это вот такие, может быть, куски вот этого счастья. Работы Елены Якимочевой выставлялись в Москве, Иваново, Коврове и многих городах нашей области. Несколько картин экспонировали даже в Японии. В будущем Елена Николаевна мечтает расписать кимоно. Увидеть работы автора можно до 5 сентября в Центре пропаганды изобразительного искусства. Ксения Садова и Вячеслав Сноровкин.